Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Итак, номер 67, вопросы, пожелания и события дня, задавайте вопросы. 16 февраля 2016 года. Кругом измена, трусость и обман. Известная фраза последнего российского императора Николая II, записана им в своем дневнике. 2 марта 1917 года, в день отречения от престола. Я почему беру это как эпиграф, обычно из священного писания всегда беру, но здесь речь идет вопрос и ответы, потому что это все связано с этим. Кругом, куда ни кляди, все измены. Измена священного писания, измена Богу, измена в семье, измена правителей и трусость. Боятся потерять место, боятся сказать. Вот трусость все покрыта. Нет пророческого глаза ни у священников, ни у патриарха, ни у кого. Каждой приглядывается, как бы хуже не было. А трубе однажды ничего нету, я умру сегодня. Успей показать, что такое свобода совести. И поэтому, когда говоришь, не приглядываясь никому, как Бог повелевает, со страха умирают попы. Бросается, да как это так, и раскольник, и псевдоправославный. То есть православие не знает, Христа не знает, водительство Духом Божьим не знает, рождение свыше не имеет. Это все заложено здесь. Ну и обман. На обмане привыкли, солгать нужды никакой нету. За грех не считается. А это все вместе означает служение дьяволу. Он есть лжец. Лжец. И эта ложь особенно укоренилась в церкви. На каждом шагу торговля. Десятину убрали. Нельзя. Это святая десятина, божья десятина. Народ не платит. Значит, торговля влезла. Десятина благословенная, а торговля проклятая. Проклятие избрали. Вот оно и здесь измена. От порога. Не с вешалки театр начинается, а церковь начинается с киоска. Убери торговлю-то ей. Службы нету. Все закончилось. Ничего нету. Сравни все, что у нас делается. У нас к причастию готовится. Я подсчитал специально. Христова литургия, которая была первая. И наша, современная, укороченная уже. В 330 раз, три раза больше, чем Христова. И ничего нету. Ну и дальше прошу, кто в контакте бывает, а не бывает, туда не скидывать вопрос, а прямо на форум заходите. Считайте, что здесь написано. Коротко. Ну и при том, помогите. Краткое содержание сделать на определенные какие-то, на собрания, на темы, с кем разговариваю. И краткое содержание выставлено будет. Люди-то не знают, где искать. Я просто продергиваю, чтобы вы могли просчитать. Там тормозните, дома просчитаете. Итак, за прошедший день. Не вся почта, это малая часть только. Юрий Соболев. Блестящий новый ролик событий. Игнатий Тихонович. Благодарю за поддержку. Поклон братьям Володе и Никите. Ответ. Я уже не раз спросил от всех, друзья мои, кто на наш форум перекидывает мне вопросы, чтобы всем, кто задает мне вопросы ВКонтакте, в Одноклассниках, из других ресурсов, вы им бы говорили сразу же, что ответы им даны в наших ежеутренних видеороликах под возрастающими номерами номер, такой-то номер, номер, номер. Вопросы, пожелания и события дня задавайте вопросы. Вы другим говорите это, потому что все время приходится модераторам оттуда перекидывать. Или это новые люди, я даже уже не знаю. И похоже, что они ждут ответы именно в письменном виде, как это было раньше. Но теперь так много новых людей, в 17 раз больше обычного. Это как только стали травлей заниматься попы. Удивительно. Это благодарю Бога я за то, что они делают. В 17 раз. Сейчас, гляжу, уже в 18 раз увеличилось. В разы. Ну, в 18 раз. У меня больше 320-ти-то и не было никогда посещений на форуме. А сейчас больше 6000 ежедневно. Уже более 6000 ежедневно. И мне совершенно не посильно отвечать, печатать. А в видеороликах это проще и обширнее. Уж постарайтесь не забывать этого. И каждому давайте ответ сразу же. И пусть они просмотрят и предыдущие ролики из этой серии ответов. И ответ может быть уже дан. Они и не знают о том. Так им и не сказали, где ждать ответ, где получать его. А у какого окошечка на нашем видеоканале в теме вопросы, пожелания, события дня задавайте вопросы? Тут вот говорят, бывает человек какой, как вы переписываться, не хотите... Ну, я взял вчера одну маленькую переписку, вставил сюда. Как это нету? Мы отвечаем. Ну, я не могу отвечать. Тысячи людей. Тысячи. Вчера пришло 6,5 тысяч. Ну, и как я могу? И вопросы, вопросы. Моя задача-то не отвечать на вопросы. Златоут говорит, научитесь не задавать вопросы, а показать, где ответ находится. А ответ находится в Святой Библии. Бог позаботился, приготовил нам роскошное пиршество. Пищу ласково подкладывает. Мне только указать, где. Ну, Бог дал мне память, и я знаю, где ответ искать. Я показываю конкретно. Вот пишет Елена. Елена К. Будучи сна, как и подобает, и ну раз так хочется вас всех увидеть и молиться с вами, буду краток. Можно в гости прийти вслед за этим побуждением. Ну, я отвечаю. А по иному быть и не может. Мы тебя все полюбили, и для нас радость искренняя, что такая замечательная сестра вновь будет с нами. За вами не числится ни одного нарушения против Святой Библии, канонов и наших правил дисциплины. И на лето к нам в лагереста нужны будут опять волонтеры. Ты так, к месту. Там была уже в прошлом году сестра наша. Елена, аллилуйя. Кланяйся, не буду мешать. До встречи. Я отвечаю. С Богом обнимаем и целуем. Елена, спасибо вас, Христос, за молитвы ваши. Игла, мы никогда о тебе не забывали в наших молитвах, а в разговоре частенько их упоминали. Твой звонок и есть ответ на наши молитвы. Тот и сестры обрадуются, а братья только улыбаются. Будут чисто, скромно и искренне. Вот смотрите. Вот коротенькая маленькая переписка. Говорят, вот у них были люди, которые ушли, знаете, они там, их там враждебно. А другой пишет, нет, я нашел такой, который, которого просто, он не думает к ним переходить-то, но с ним такие отношения, там, Волков, Вячеслав, и почему вот к тому-то так, к тому-то так. Ну, посмотрите как. То есть у меня есть возможность кормить их отходами. У меня голубятня с породистыми голубями на чердаке и две голубятни в поселке Потеряевке с такими же красавцами. Отходы дробленной пшеницы и зерна сорняков. Это воробушкам и прочей живности на путях к весне. Жуланом, то есть большим синицам, посложнее. Этим подавать только семечки подсолнечные или мясо несоленое и сало. Труднее достать и дороже. Но с полсотни таких все же кормлю всю зиму, развешиваю куски мяса на кусте красной калины прямо под моим окном. Усадьба частная, личная, кормушка прямо на подоконнике с уличной стороны. Тут же сороки трудятся, рвут мясо и сало. Туда же дятлы и лезут, коты-бомжи. Это заснято и показал. Семечек мне привозят по два полных мешка. Евгений Долгов, фермер, у него 7600 гектара пшеницы, ячменя и прочего нужного. А вот собак за оградой обитающих кормить чем попало не будешь. Тут нужно мясо по калорийнее. И одна наша сестра Галина понатакалась. Доставать отходы свежие. Похоже, что не в магазине, а на мясокабинате ей дают обрези разные. И приводил собак звоном щекол дым. Щеколды от калитки созывать на завтрак, обед и ужин ничейных собак. Вот для этого я пишу, чтобы поделиться наблюдениями. Стучу щеколдой, далеко разносятся звякани и они несутся голопом. Есть среди них и те, кто только командовать любит. И они в миг тех, кто уже давно тут обитает, ставят на 5-10 место. И те даже близко не подходят, издали смотрят, как эти пупки-олигархи обжираются не своим мясом. И если сделаю отвлекающий маневр, даю этим по большому куску мяса, откидываю его вправо, чтобы влево далеко стоящим бросить кусок. То эти начальники, как только увидят это, нанесутся туда и тут же отнимают своей монетизацией. И тем нет ничего, а у этих по два куска рядом лежит. А эти выводы какие? А когда тех начальников нет, эти трусливые, ослабевшие, такие радостные нанесутся ко мне. Их можно гладить, ласкать. И они потом друг с другом играют, прыгают, такие веселые и безобидные. И сегодня, 16 февраля 2016 года, впервые не стал созывать обидчиков, покормил только второсортных обижаемых. И вывод какой? 10-6. Первое. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на слой, как они были похотливы. Все это происходило с ними, как образы, а описано в наставлении нам, достигшем последних лет. То есть от животных, от птиц, насекомых, везде надо брать пример. Там Павел говорит о людях, которые грешили. А я беру об этих собаках и вижу, как... Я люблю породистых собак, я держал, в уголовном розыске занимался. А эти, которые обижаемые-то собаки, то они такие, то ухо одно не так висит, какая-то... Ну их отдельно прикармливали, чтобы те-то не слышали. А тех отдельно тогда покормлю, разбойников-то где. И какой вывод делаю? Порок Исаия, 1 глава, 3 стих. Вол знать владителя своего, и осил ясли господина своего. А Израиль не знает меня, народ мой не разумеет. То есть по сравнению с быком, с ослом человек проигрывает. Притча 6.6. Пойди к муравью-ленивец, посмотри на действия его, и будь мудрым. Дальше там есть еще раз, посмотри на пчелу, как она. Исаи 56.10. А священник, как говорится, слушайте, кто они такие? Стражи их слепы все и невежды. И невежды. Они невежды и слепцы, и поэтому просто кидаются так. Они не видят, что для их пользы трудишься. Все они немые псы. То есть не проповедуют. Немые псы. Не могущие лаять. Не могущие где-то там заступиться, сказать, выступить. Трясутся, как бы их не сняли, потому что работать не хотят. На стройку он не пойдет. Бредящие лежа, любящие спать. Да. Откуда такие животы, пузыри? Юрий Соболев. Благодарю, Игнатий Тихонович, за прекрасный образ наблюдения, наставления. Всегда рад весточке от вас. Вот я написал, что я вчера видел, как есть. А вы научитесь у себя смотреть, брать добрые, тоже поделитесь. Там один из Америки, знакомый, баптист. И говорит, приводит какой-то перевод в Библии. Не синодальный, я отвечаю. Лучше синодального перевода в Святой Библии никому не сотворить. Запомните это, я абсолютный сторонник. И докажу это легко, легко докажу, что наш синодальный перевод, который издает патриархия, его сектанты издают, его католики издают. Лучше его нельзя создать. Он божественный, пренебесный. И потому совершенно не приемлют никакие другие переводы в Святой Библии на русский язык. В них столько натолкано и потеряно пренебесное звучание. А иными, бракованными переводами, вульгаризированных феней, пытаются внести нечто новое. Синодальный перевод уже 140 лет является настольной книгой православных католиков, у всех протестантов, не считая лжесвидетелей от имени Ягова. И зачем нам нужны суррогатные подмены, когда есть такое сокровище, как синодальный перевод Святой Библии, совершенно непревзойденный до сего дня. Ну, тут мне пишет один человек. Кстати, про гуру. Вот меня обзывают, эти там разные собираются, это гуру, гуру, воркует вокруг меня. А она говорит, да гуру, это же чудесное имя. Что они, хотят тебя уколоть или что-то, и говорит, что? В индийской культуре есть несколько терминов, означающих подобное. Первое. Гуру от слова тяжелый. Это означает, что гуру учит непростым вещам, нелегким, и сам является личностью особенной. Без гуру нельзя прийти к Богу, и даже есть такая пословица. Если у вас проблема с Богом, но нет проблемы с гуру, то все будет хорошо, если наоборот, то беда. Вот так. Второе. Второе означение гуру. Ачарья. Тот, кто учит своим примером. Пожалуйста. Так каждый родитель, что отец, что мать, автоматически Ачарья для ребенка. Третье. Брахман. То есть это гуру, все гуру. Часть социальной структуры индийского общества, которая в итоге выродилась в кастовую систему. Но если по идеалу, то тот, кто милосерден, чист, честен, любит учиться и учить, тот и есть Брахман. У одной моей знакомой была ситуация. Ее сын поехал в Индию, в университет, преподавать математику. И так получилось, что он вынужден был отработать чуть ли не полгода бесплатно. И когда он это понял, то все равно работал бесплатно. И в итоге старики начали называть его Белым Брахманом. Потому что это отличательная природа Брахмана. Трудиться даже бесплатно. Если это значит учить людей. У меня в лагере, я 44 года бесплатно работаю. Да мы самые настоящие гуру Брахмана. По их пониманию-то. Ну ладно. Сталин вождь. Вождь. А там фюрер. А фюрер это вождь переводится. Там фашизм, здесь коммунизм. Коммун общая. А фашизм, фашу, связка общая вместе. Это одно и то же слово на разных переводах-то. Фашизм, ой-ой-ой, боятся. Коммунизм там боятся. А это одно и то же слово. Фюрер и вождь. Они делали ему поклон, когда рукой касается стоп человека, а потом подносит к колбу. Хоть и накидался каждый раз поднимать такого старого человека. Собственно это о том, откуда взялся же термин, которым так легко манипулируют. В таких терминах Господь наш Иисус Христос, стопроцентный гуру, ачарь и Брахман. Вот видите, я попутно хочу сказать. Они гуру тяжелые, учат. Проблемы с Богом и прочее. У нас нет этого ничего. Вот я попутно хотел сказать, может быть, немножко задержу здесь. Вот здесь слово кукша, посмотри где. Далеко нет. Кукша. Нету? Ну ниже это же в алфавитном. Еще? Я не вижу. Не спешите. Вот он. Вот посмотрите. Я просто показать, конечно, немножко. Вот гору, да. Это гору. Если так брать-то на меня, да гору. Ну, а почему? Да это определение такое. Вот читаем. Подобно тому, как древнему Израилю посылает Господь судьи и пророков, так и в церкви свои моменты чрезвычайные. Он обычно посылает людей исключительной благодатной даренности. Как бы пророков, сильных духом и верою. Понятно. Это Бог посылает. Но оно не всегда будет на... Те-то при должности, а этот-то не кто. Бог посылает. Ни священник, ни должность, ни семинарий. У него ничего нету. Но Бог выдвигает пастуха Амоса, и все остальные должны слушать. Ну, это Бог делает. Дальше. Не имея официального назначения, эти люди самим делом выдвигаются из общей массы и становятся предводителями у других. Это Бог делает. Понятно. И к этому надо прислушаться. Но это предводительство не имеет официального характера, не является установленной в церкви должностью и не всегда держится в служебных рамках. В служебных рамках привыкли вот-то нельзя, о монашности нельзя, плохо сказать, о мощах нельзя. А Господь говорит, и возвратись в тление. Почитайте. В прах ты в прах возвратишься. А Псалмах Давыд говорит, и возвратись в тление. Ни в мощевики, ни в антиминцы, ни во что. В тление. В тление это совершенно нормально, как Греция понимает, явление это. И поэтому этим людям Бог открывает. Как и всякое пророчество, оно есть личный подвиг таких людей, делая их личной внутренней духовной предприимчивости и в древности о Боге и Церкви Божией. Митрополит Сергий Старгородский. Пожалуйста. Личная предприимчивость. Я первый раз, когда прочитал несколько раз, я понял, это обо мне речь идет. У меня не должность с ней сходится. Дальше. Руководителем теперь является сам Господь. Да, части книги, кто умеет их, может понимать. Игумен Никон. Ну вот так. Я еще раз это хочу показать. Как это удивительно. А вот здесь на букву Т посмотри, Тарабич, еще раз прочитать. Вот тут два их. Вот это, Господь, читай. Первый в народе. Он говорит, я показываю сколько в народе. То есть это не в семинарии, не там, где Осипов сидит. Дальше. Первый. Живущим далеко на севере. То есть не на юге. Север всегда считалось Россией. Второй. Появится маленький человек. Меньше, чем меня, никого вообще ничего нет. Я сразу принял это к себе. Третий. Который станет учить людей любви и сочувствия. Я как раз сегодня об этом буду говорить. Любви и сочувствия. Четвертое. Но вокруг него будет много лицемеров. Полно. Прямо рядом, может быть, сидят. Пятое. Поэтому ему будет очень трудно. Да, трудно. Шестое. Никто из тех лицемеров и знать не захочет, что такое истинная благодать. Им это не надо, истинная благодать. Зачем? Он рукой махнул, прощается, иди на новые подвиги. Седьмое. Но такого человека останутся мудрые книги. У меня книги есть. Восьмое. И все сказанные им слова. То есть у меня на пленке не расшифровано столько. Сейчас посмотрел на форуме у меня стоит. Не на форуме, на сайте. Три тома моих книг, которые вообще не открываются. Они не в бумажном варианте. Там сто пятьдесят шесть, кажется, вопросов. Больше сотни проповедей. Сейчас сказал ребятам, помогите их выставить. Работает. Девятое позднее. Люди увидят, что обманывали себя. Вот так, пожалуйста. Ты еще прочитаешь, к тебе относятся, не относятся. Пожалуйста. Гуру, тот, а тот, не обижаюсь нисколько. Сергей парализованный. Игнатий Тихонович, Сергею Пупкову нужно мантры читать, а не Святой Евангелие. Почему люди так легко идут на то, на что нет таланта? Да, это такое и есть. Идутся, особенно в священники, никакого таланта нет. Совершенно. Не общение с людьми, а одна надменность. Превозношение. Трусливые, корыстолюбивые. Все туда идет. Зачем они туда пошли? Как они дерзнули на это? Почитай шесть слов Иоанна Златоуста о священстве. На пушечный выстрел не надо было допускать. До тридцати лет не имеет права быть положен. Он никто. Он обманщик. Каноническое правило. Об этом говорит. Шестой Вселенский Собор, 14-13 правило. Только в 30 лет. Дальше. Так, рядом Никита. У него есть талант. Пусть он читает. О, Никита, как пошло дело-то возвышает тебя. Ну, как ты считаешь? Есть ли это талант считать? Ну, что-то есть чуть-чуть. Ну, вот, видишь, что-то развивать надо. Поблагодарить Сергея Парарализова. Он тебя как-то выдвигает. Игла, озвучим. Никита прочитал это. Сергея повестим о смещении. И есть ли другие на то согласны? Я не просто так. Я могу сказать, он больше не будет вести. Но нет. Все должны проголосовать. Мы это засчитаем. Мы мимо ничего не пропускаем. Сергей для меня очень дорог. Вы могли бы свое фото крупно тут заменить на ясное, чтобы глаза было видно? Это ко мне. Друзья просятся. Вот такой вопрос. Дальше. Тарас Пукало. Спасибо вам за ваши плоды и за вашу жизнь. Благодарю Господа, что так промыслительно нашел вас через сеть. Все это уже изучаю где-то два месяца. Хочу книги приобрести. Новый завет. В трех томах и к истинному православию. Это новое, новое. Вчера двоим отослали. Сегодня уже опять третьему книге отсылали. Книги-то окончаются. Потому что общее-то там еще есть немножко. Это второе издание, которое вышло. Ну и там есть на что посмотреть. Райхан. Это одна женщина была там свидетеля Югова в Казахстане. И она пришла в православие. Мы переписываемся. Она только-только первые шаги делает. Это работа заочная. Заочная. И вот она пишет. Она решила вчера привезти свидетельницу от Югова. Ну же свидетели-то. И она сразу спряталась. Я знаю, что она не будет говорить. Но я ролик выставил. Она ничего из приведенных стихов правильно не принимает. Это она говорит о той, которую привела, которая рядом сидит, но отскочила, не хочет, чтобы видели. Я после нее очистительную молитву включил. Я говорю, ты прочитай молитву, отсвети комнату от этих бесогонов. И в очередь в два часа она звонит. А чем она занимается? Что проповедует? Я ей. Тебе ведь предлагали послушать, а ты сбежала. Ну и все. Я больше с вами ни с кем не буду разговаривать. Вы от сатаны. Я почистила дом после тебя. Больше не звони. Вот так, Игнатий Тихонович. Я с мужем были в шоке. Как она выскочила из комнаты, как черт отладана. Убедилась, что это лжепророки. Надо было доказывать. Выходите, свидетели. Выводите на меня. Выводите, побеседуем. Вы увидите, как они ведут. Во-первых, они начинают бесноваться. Бесноваться буквально. Зин, чтобы равное время было. Там по три минуты говорить. Там следите за ними. Я говорю, всех свидетелей, лжесвидетелей от имени Иегова, их правильно называть. И вот вчера вот прикинули мне. Посмотрите как. Это Невзоров Александр Глебович. О папе и патриархе. И вот там много у меня вопросов говорят. Ну, вы зарядите и посмотрите, что он говорит. Ну, только не так. Роман Кучма. Игнатий Тихонович. Богатство мира сего ничто. А книги ваши сокровища духовные. Если можете, подпишите, пожалуйста, книги собственноручно. Не для меня, а для сына моего Иоанна. Ему сейчас три годика только. Пусть ему будет послание от исповедника. Спаси Христос. Видите, какое отношение. Ну, не все же такие бешеные попы. Которые на меня кидаются. И Лапкинщина, Лапкинщина. Это они не знают. То есть беснование. А здесь вот человек еще не знает. Но вот сейчас узнали. Они о Кучме. Они его искать будут. И сразу. Да кто ты деньги? Кому ты даешь? Да это гуру. Это такое. Это лжеправославное. Я уже знаю. Они все сейчас караулиют. Они не молятся эти попы. Если молился, ему некогда. Да, это было. Мы сейчас вот у нас. Сколько время? Это 5.37. Сколько мы говорим вот сейчас. Так их помолились. Утренняя молитва закончилась. Я встал в 3 часа ночи. В 3? Это пока привел в форму все. Пожалуйста. Ну как написать? Я могу только ту, которая не на Библии. Не на Новом Завете. Отдельно. Он знает, что я исповедник. За Слово Божие сидел. А эти-то ничего не знают. И у меня. Я принял на себя такое. Найти всех, которые мне когда-то помогали. И подарить эти книги. Вот я издал допустим. Последнее издание было. 2000 экземпляров. Это немного. Но 90 почти процентов книг раздал бесплатно. То есть кому священникам, библиотеки проехали по всей Европе. До Лиссабона от Владивостока. И то, которое у нас знакомое, близкое так. Рождается ребенок. Я каждому ребенку дарю трехтомник. И к истинному православию. Я говорю посмотрите, завяжите до совершеннолетия. И не трожьте. Вот нынешний опять, видимо, будет подарок. Вот рождается кто-то. Дальше. Михаил Кальмаев. Скандал, связанный с митрополитом Кириллом Гундяевым, как делегат 7-го Канбера Австралии, 91-й год, Генеральной Ассамблеи Всемирного Совета Церквей, ославился следующим пассажем. Всемирный Совет Церквей является для нас общим домом. Православные воспринимают его как свой дом и хотят, чтобы этот дом был колыбелью грядущей Единой Церкви. Это митрополит, который сейчас, патриарх Кирилл говорил. Я глубоко убежден, что то, что происходит на ассамблее, церкви должны взять с собой и понести к себе, донести до своего народа. Вот эту мерзость, колдунов, все это. Вот за эти слова его сразу надо было исключать, то есть снимать с него сам, предавать анафеме. Но ничего этого не было сделано. Если они сделают это, и если они делают это, то это означает, что и коммуническое движение есть движение и сближение церквей, а не отдельных людей, не отдельные богословские элиты, которые приезжают в Канберу, и для которой последствия ассамблеи безразличны. Вот так. Понятно? То есть им нравится, когда все подгоняют к антихристу, и это будет церковь антихриста, общая церковь-то. И он в этом утонул буквально. Тогда же в матушку России попала видеозапись, на которой австралийские туземцы приветствуют ассамблеи, в том числе и митрополита Кирилла, под звуки там-тамов, культовыми обрядами, полными особой языческой символики. Нас подставили, сказал по приезду в Москву митрополит Кирилл, и мы из всей подставы вынесли хороший урок, что более никогда уже не дразнить церковных гусей. Понятно? Выставили что? Теперь дальше. Сергей Дохнов. Этот человек сам алкоголик. Это под одним роликом пишет. А по глазам и по поведению видно. Ему не борду надо, и не начатки учения Христова, а пинок под зад, и к батареи наручниками на месяц, и чтобы на воде и сухарях, то-то вся одержимость и пройдет. Видите, как это сад, не думайте, что он ругается. Он правильно говорит, потому что есть поркотерапия, профессор Пилипенко в Новосибирске. Это в 14 веке, кажется, известно. Лишились от этого. Как розги там, как наказывают, все показано. Как, говорит, черная полоса с человека сходит. МСД. Игнатий Тихонович. Его помощники, народ, наверняка, Игнать Тихонович Лапкин прокомментировал встречу двух ярахов. В субботу, 13 числа, совсем нет времени. Заработался. Дайте ссылку на видео. Всем весьма признателен. Понимаете, вот об одном спрашивают что-то, уже все материалы, как патриарх встречается, там сидят, беседуют. Ничего нет. Не то, что он решил, говорит, сфотаться, поехал туда. Это не так. Но сейчас скрыто то, что там где-то за закрытой дверью они говорили. За патриарха нужно только молиться. Ничего я не увидел там, ничего нигде не нашел, даже в самых злобных высказываниях, как у Невзорова. То, что он сделал, и такое злобредо это. Ну, сказал признать там муниатом. Ну, пример, я своими словами говорю. Ну, и что они уже были? Какое католичивание-то? Уже не кресты только кистью машут. Уже католичное давно православие-то. Его нет православия-то в России-то. Нету. Попы бритые крестят только вот таким образом. Все искажено абсолютно. Это пописты самые настоящие. Украина тут все заселила своими священниками. У нас тут один был и говорит, у нас, говорит, из нашей только деревни, в России, из одной деревни, 74 священника. А у нас одного не найдут на район. Ну, говорит, хохол без лычки из армии не уйдет. И так они и здесь. Ну, вот теперь, что можно сказать? Пойдем дальше. А дальше, значит, так. Показать, где у нас тут мой мир. Сейчас покажу, какая у меня страница есть. Вот она. Вот моя страничка открывается сейчас. Смотрите. В мой мир. Туда заходите. Вот, знаете, какое тут у нас богатство. Что у нас тут есть? Сколько видео? Видео 2535. Наших видео. И? 18800 урон на фотографии. Пожалуйста. Вот просто посмотрите. Если у вас, ну, желание-то есть, зайдите на это. Это я сейчас убираю, которые закачка идет. Ну, и вот теперь дальше. У нас открыт видеоканал. Где он у нас? Еще что-то не видно-то почему-то. А, тут что-то не выключено. Это так. Давай-ка. Это видеоканал у нас? Да. Ну, а что-то... Внизу, пускай, внизу надпись. Канал на свете Библии. Виноват. Под роликов. Виноват. Вот она где. Как выглядит наш видеоканал. Посмотрите. О, более 4000 наших роликов здесь. И вот если здесь главное отскнете, вот главное это, оно покажет еще наше сокровище. Что? Жития святых на каждый день идут. Вот внизу. Включай, слушай. Аудио. Это я считал в 80-е годы. 12 томов по Димитру Ростовскому. Вот они по порядку идут. Нашлись добрые люди, специалисты, умеют выставлять. Итак. Далее у нас открытый сайт. Вот главное сокровище. Сайт. Здесь столько всего. Вот сколько ответов. Отвечает 4000. Стихи. Тут проповеди. Книги к истинному православию. Вот здесь звук и видео. Тут насчитано 50 книг аудио. В аудио. Видео. Ткнешь здесь на православный форум. Вот здесь ткнешь на видеоканал. Вот заходите на нас. Теперь. Что на форуме получили мы за день? Анвик Золниерц. 48 лет. Минск, Беларусь. Просим Игнатия прокомментировать отдельным видео роликом встречу представителей РПЦ и Ватикана. Так как вижу по вашим видео, что много вопрошающих. Да, много вопрошает и всем отвечаю. Я уже не раз об этом говорил. Отвечать не дошло. Конкретный вопрос какой-то. Но они говорили об этом. Говорили, что надо быть более близкими. Что тут-то? Ничего не было. За открытыми дверями мы не знаем, что там было. Открыто ничего не было. Он поприветствовался. Благословение это не благословение считать. Я не знаю, что именно. Вы конкретно скажите. Даже Невзоров ничего не мог показать такого, что было бы в упрек патриарху. Ничего нет. Патриарх умный человек. Он понимает, что тут начнется, если открыто сказать, что давайте соединяйся. Это не зарубежная церковь всасывать в себя. Тут маленько погромче хлопок получится. Максим Христофорович Макаров. Приветствую, Игнатий Тихонович. Как вы относитесь к встрече патриарха с папой? Я уже ответил как. Мы молились, чтобы Бог сохранил. Не было покушения. Благополучно вернулся. Только и всего. Рассуждать вообще не о чем. Ничего не было. Не считай за закрытыми дверями. Повторяю. Я не знаю, что конкретно. Покажите, какой пункт именно не вмещается в нас. Надо быть дружными. Чтобы не посылали войска, об этом говорится, на Украину и проще. Все хорошее. Еще плохого нет. Но когда сравнение дает ролик один, папа подняли вопросом. И патриарх говорит, там они и геев своих принимают. То наш патриарх выглядит презентабельнее намного. Этот бритый стоит как яйцо. В 70 с лишним лет и скобится старик. И все это папцы. А ему их папе только одно захватить, подтянуть и под папскую туфлю. Георгий Жора Мауль. Вообще вид какой. Вот образец. Посмотрите. Добрый день, Игнатий Тихонович. Случилась у меня беседа с одной женщиной. Она утверждает, что можно менять духовных отцов без благословений и веских причин. Может быть посоветуете, где почитать эсмине духовного отца? Как отцы святые и соборы на этот счет учат? Каково предание церкви? Как я понимаю, отца менять запрещено. Но на что ссылается в беседе? Очень надеюсь на вашу помощь. Еще раз говорю. Конкретно. Вот допустим. Ну я сейчас просто покажу. Что мне нужно показать. Вот. Слава Иисусу Христу. Вот смотрите. Вот вы сюда зайдете. Это на наш сайт. Вот к истину православию. Смотрите. Я наткнул его. Ткнул. Открывается. Вот здесь посмотри где отцы. Вот отцы и дети. Вот отцы и дети. Вот я воткнул отцы и дети. Пошел материал. Вот курсивом, жирным. Это из священного писания. Здесь все говорится. Нельзя менять беспрещинное. Святого отца, у которого исповедуется. Вот смотрите какой материал. Это мои статьи. Посмотрите сколько здесь. Маленько так гляньте. Дальше. Это все одна статья. Одна статья. Посмотрите. Халкидона. На каком соборе говорили. Посмотрите сколько житей святых, которые я беру. То есть более полного материала в мировой сети, в литературе нету. Я 40 лет работал над этой книгой. 40 лет. Я прошу. Ну это к истину православия. Книга. Вот она. Я перекидываю. Да смотри как пишет. Самость. Главное свойство. Что? Нет. Главное свойство, который делает все по своему и свою угоду. А поскольку на самой сети держатся все страсти, то по мере поглощения самости они стихают. Душа светлеет, близится к чистоте и бесстрастию. Ян Свят Иван Саваид советует себя, а избери себе наставника строже и суровее, которого не было бы в роде человеческом. Вот как надо выбирать, а никто вас обласкает. Дальше. Видно, что тем, чем круче отречение от себя, от своей воли и своих чувств, тем спасительнее. Дальше. О перемене духовника. Нечего и помышлять. Но другой слаще и говорит, и к душа к нему льнет. Тот, кто лучше говорит, пусть будет советником, а духовник – духовником. Не умеющим видеть свои грехи, рекомендуется обращать внимание на то, какие грехи видят в них близкие люди и в чем их упрекают. Почти всегда это будет верное указание на наши действительные недочеты. И дальше. Смерто согрешает. Тут столько всего есть. Посмотрите. Это все одна статья. Одна статья. Повторяю, одна статья. Он задал вопрос, а я его ответил. Это не чужое мое. Это взято все из святых отцов, из всей святой Библии, из жития святых, из канонов церкви. Такого материала нету. Что говорит Сесой Великий, Поликарм Смирский, Киприян. Ну, понимаете, какая проделана огромная работа. Святые отцы – это 300 томов. 300 томов фолиантов. Из них все выбрано по определенной тематике. Это все одна тема. Вот она. Вот теперь я это и убираю. Мне это не нужно уже. Я показал. Дальше. Екатерина Танько. Бог защиты моего веки. Аминь. Я никогда даже не считал. Прям сходу. Вот они ночью пришли. Днепродзержинск. Приветствую вас, брат во Христе. Хотела вас попросить поудалять странички, которые заблокировали, откуда вас просила в друзья. Большое спасибо. Я не пойму, что она говорит. Что-то непонятно. Какие странички? Где? Да, но поудаляйте. Поудаляйте, пожалуйста. Спасибо большое, брат во Христе. И Богу. И вам за понимание, с уважением к вам. Какие именно? Игнатий Тихонович, а что говорить сектантам, если назовут второканонические книги апокрифами? На что вообще эти книги влияют? Где прослеживается их действие? Ну, об этом я уже тоже говорил. Неканонические книги, они не канонические. И они, на них ссылались святые отцы, читают проповеди на них, кроме третьей книги Ездры. Тогда не было. А так какие поступили дальше? Мрия Махнатова. Вот. Почему она боком стоит? Ну, чтобы видно было. Видно было, все. У меня отец-то на руки был, и рассказывает, правда, у нас такая была женщина, там такая-то одна осталась. Одна. Мужа убили. Столько женихов было. А такая она красивая, показывает, и вот так руку пониже. Одна рука и внизу еще так сделает. Значит, вот красота. То есть товар весь на лицо. Нормально. Она ничего чужого не взяла, свое. Право ее повернуть все как следует. Но мусульманка так не сфотографируется. Это определенно. Она как в мешке сидит. Поэтому еще можно сказать. Хорошая девушка. Здравствуйте. Извините за беспокойствие. Подскажите, что почитать. Я в себе запуталась. Сил терпеть нет. Вот видите, мусульманка тоже не скажет. Запуталась, это означает что-то. Что-то с той стороны, что ниже вот этого уровня. Мария Мартыненко. Здравствуйте. Объясните, пожалуйста, как православные должны относиться к книгам Матушки Фатинии. Особый молитвенный покров Богородицы. Можно читать по ним молитвы или нет? Ведь молитвы остаются молитвами. То ли они напечатаны в молитвословах, или в православных газетах, или в подобных книгах. Я посмотрел все это. Когда молитвы составляют, они вообще Писание не знают. Написано, открывайте свои желания перед Богом. Молитесь, научитесь молиться. Если не знаете, как молиться, свои места, то истомите себя в постовом молитве. Молитва сама пойдет. Будешь просить хлеба. Хлеба хоть немного. Ну и там это, сказать, запуталось. Ну, выпутывайся. Считай Слово Божие, молись, спастись. Вот, которая запуталась. Ответ. Я начинал со Святой Библии и продолжаю уже 51-й год читать ее с толкованием святых отцов в церкви. Святого Яна Златоуста, блаженного Феофилакта. Вот так. А это что, едь, наверное? А, по-другому молитвы. Да. Это в интернете уже дают ответ вам. Сжечь. Разные наговоры, обереги и прочее подобное не наши. Ну, вот так. Она там такое наплела, это апатине. Ну, этот юноша сей Дмитрий... Дмитрий Дьячков. Ну, как будто бы не русский. Игнатий Тихонович, меня крестили в годовалом возрасте и вместе со мной крестили маму и сестру. А теперь вопрос, что нам им делать, если все-таки покрестили? Спасибо вам за беседу с нашим земляком Колымчанином о рождении свыше. Мне, как и нам, всем живущим на земле нужно оторвать свой взгляд от земного. Легче будет уйти от цивилизации, прочитать тонну книг, отказаться от массы комфортности. Уже представить трудно, какую силу волю нужно иметь ради жизни. Ну, правильно. Все, он сказал-то правильно, юноша. Тут я отвечать не знаю, что. А крещение, я говорю, где крещение вирусов тут? Нет, не бойтесь. Вот оно где. Пожалуйста, посмотрите. Уже говорено было. Александра Мок, Калугина. Здравствуйте, уважаемый Игнатий. Понимая вашу занятость, все-таки хотелось бы, чтобы нашли время и возможность ознакомиться и высказать свое мнение о служении Светланы Картовой. Ну, вот, посчитайте что-то. Ветеранский храм, там то другое. Вот до сих пор досчитайте, а я дальше там ниже отмечаю. Аркадий Кропачев, Христос Воскресе, Игнатий Тихонович. Только на Пасху надо говорить. Христос Воскресе, не подражайте никаким Серафимам. Только от Пасхи до Вознесения. Никогда этого не было, чтобы придумали это, святость нашли. Игнатий Тихонович, как вы относитесь к такому бизнесу? Православные подарки, иконы, книги, сувениры. Ну, как бизнес есть бизнес, как отрицательно. Самым отрицательным образом. Что это? Римма Михайловна. Христос Воскресе. Про своего святого Римму знаю мало. День ангела 2 февраля. Я знаю, что оно мужское у меня. И иконы его есть. Меня этим именем и крестили. Не крестили. Это обман. С этим именем крещение не будет. Ну, не может священник крестить тебя под именем мужчины. Римма, Инна, это мужские имена. Не крестили. Дальше. Дмитрий Шамхалов. Здравствуйте, отец Игнатий. Скажите, пожалуйста, кто такие 144 тысячи за 5 лет? Это как ты сказал, 144 тысячи, это уже свидетели от Иегова. О которых написано в 7 главе книги Откровения. Так как каждое течение трактует по-своему. И каждый пытается объяснить на основании Библии, тогда как трактовка последующих отличается или вовсе противоречит предыдущему. Ну да, так оно и есть. Дальше смотрим, открываем новую страницу. Это о чем? Это 144 тысячи. Ну вот смотрите, тут сколько есть. Это в нашем трехтомнике Нового Завета изданное. Там все это объясняется. Вот оно сколько. Ну то есть зайти надо на нашем сайте. Там трехтомник в электронной версии. Там просчитайте. Видите, какое толкование? Сколько? Ну тут не просчитаешь все мелко. Я просто показываю. И вот это все идет толкование. Толкование. Видите, сколько я время трачу на это. Это о чем? Как вы относитесь к православию? Подарки, книги, сувениры. Да, о чем отвечаю? Признаю только книги и не бизнес. А именно подарки. Чем мы занимаемся? За два года подарили книги только свои на 7 миллионов 150 тысяч рублей в библиотеке разных стран и людям. Да. Павел Северный. Здравствуйте, Игнатий. Скажите, а венки, которые видно на видео, они были приготовлены для Валентины Коневой? Царствие небесное. Но ведь венки нельзя. Это суть петли. Вы не знаете об этом. Венки, петли. Я считаю. Смотри. Вот ответ. Венки принесены были знакомыми и соседями. Внуками. Там веры нет. Но венки никогда не были петлями. Это тупое подземное антицерковное дурдомовское толкование на цифрах и на предметах. Но в суевериях и на предрассудках основаны венки лишние траты, не более того. Но они из знак любви и уважения. Этого нельзя же отрицать и ложно притолковать. Все в дурную сторону самоизмышленных надмений плоского ума, не просвещенного светом Святой Библии. Ну дальше мудрость, начало мудрости, притчи прочитать. Это он на петлях говорит, там есть рассказ о мытарствах, где я видел. Венки были в храме Божьем и этот храм был наполнен славой несравненного Бога и Еговы. Где написано? Третье царство 8.11. И не могли священники стоять на служении по причине облака, ибо слава Господня наполнила храм Господень. Дальше венки. Третье царство 7.29. На стенках, которые между наугольниками изображены были львы, валы и херувимы. Так же и наугольниках, а выше и нежелевов и валов развестистые венки. Ну что, Осипов будет так отвечать там или кто-то? Никто не будет отвечать, они даже не знают, что про венки в Библии говорится. Дальше. Иудив 3.7. А они и вся окрестность их приняли его с венками, ликами и тимпанами. Вот она лежит в гробу, вот лежат венки. Я показал, вот батюшка отпевает, вот Валентина Павлова Конева. Вот она где, видите, снимки какие. Дальше. Вячеслав Дронов. Игнатий Тихонович, Христос Воскресе. Вот такой вопрос дочитался. Как все-таки правильно переводится данная истина? Несть бы власть, а еще не от Бога. Я так понял, что здесь власть рассматривается в объективном ее понимании, как необходимость для правильного устроения мира, что ли. Или же здесь, в зависимости от перевода первого слова, все-таки подразумевается и субъективное понимание. То есть, если не от Бога, то и не власть, или как попущение Божие. Попущение, именно так. Вот такая каша получается. Никакой каши нет, попущение, без власти никак. Вот у нас замерзла колонка, воды нету. Сейчас раз поднял, все. Автобус не выходит, раз позвонил, есть. Такси могу заказать, без власти никак, Бог устроил так. Ольга Иведенская. Здравствуйте, простите, что отвлекаю. У меня сложилась такая ситуация. Я ходила к врачу в православный медицинский центр Святой Варвары в Санкт-Петербурге по рекомендации. Скажите, пожалуйста, что вы думаете о данном центре, судя по сайту? Вот он, сайт, сайт. Насколько я знаю, там даже один батюшка лечится из Чесменской церкви СПБ. И там молебен проводят и исповедуют в специальном зале. Там же доктор проводит и медицинские сеансы. Я на всякий случай решил о вас спросить, нет ли там ничего вредного. Действительно, православный центр, у меня почему-то возникли некоторые беспокойства, когда я туда пришла третий раз и некоторая настороженность, с чем это может быть связано. Вот тут какие вопросы? О власти нет Бога. А глупые такие, что об этом Карташов говорит? Вот что Карташов говорит. Один богоносный муж, имеющий безгновение к Богу, слыша о царских злодеяниях, возопил Господу. Это Фока был император, он там в мартире убил. Жену, детей всех порезал, как Ленин, такой же злодей был. Возопил Господу, Господи Боже, за что ты прогневился на народ свой и поставил такого царя, тирана, за такое наказание? Чем провинился народ твой, что ты предал его власть такого кровожадного волка? И было этому богоносному мужу от Бога откровение. Много я старался найти царя похуже, чтобы наказать народ за его своеволие, но не мог найти хуже Фоки. А ты впредь не искушай судеб Божий. То есть не спрашивай, Бог установил, все. Фока был полковником, он сверх доброго императора Маврики и казнел его и пять его сыновей, жену и дочерей. Вот теперь смотрите, какой я даю ответ. Смотрите, сколько мест Писания. Вот куда надо людей отсылать. Они ко мне пришли люди. Дальше. А по поводу медицинского центра православного вопроса. Просмотрел и ничего евангельского, ничего из Святой Библии и понимания горя, болезнь не нашел. Ни слова о грехе. Ходить туда не нужно и вредно. Душепагубно во всех отношениях. А дальше ответ. Видите, какой ответ. Смотрите. Осипов вам не будет давать этот ответ. Вот они ответы. Фиксируй. Языки Иля, Амоса, Деяния, Иова. Еще дальше. Иван Бобик. Уважаемый, объясните, про что он говорит. РПЦЗ, обращение архиепископа Андроника. Ну, зачем? Это не должен ролик посмотреть, а потом отчет дать. Ну, читай. Андрей Михайлов. Спасибо, Игнатий Тихонович. Скажите, что вы думаете о епископе Петериме. Видите, а то о другом. Это снял ролик. Я должен сидеть и думать. Мое мнение. Зачем? Ты сам смотри и решай. По Библии смотри. Это видео тоже непонятно. Неужели церковь не реагирует? Вот так. Мария Будлянская. Христос Воскресе, Игнатий, не подскажете, как вы молитесь за человека определенного? Хочу научиться молиться за своих близких. Вы говорили поклоны какие-то. И могли бы посоветовать, какие молитвы читать? Спасибо Господи. Повторяю, что когда просят помолиться где-то, мы молимся определенным человеком. Вот вчера говорит, такой-то человек вернулся из путешествия. Или операция сделана успешно. Я сразу братьям, все, кто в комнате есть, сразу на молитву. Это три святоя считаем и сто поклонов. Со своими словами, всем святым. Я уже многократно говорил об этом. То есть не то, что многократно, а кажется бесчисленным. Считай. У нас так принято, что когда кто просит помолиться, мы сразу же становимся на молитву. Читаем три святоя и сто поклонов полных. И, конечно же, вместе с тем, кто просит помочь молитвой. Согласны? Дайте знать и тут же уходя на молитву. Молитва это Царю Небесный, всегда в своем. Ну, на русском языке как выглядит, что об этом говорится, слово Божие, второе, третье места. Посмотрите какое-то, зафиксируйте себе. Вот, что говорит Святая Библия. Видите, как даем-то. Что дальше говорим? Господи, помилуй, какие слова. Дальше опять, что говорит Библия? Мои ответы-то не сходятся с тем, что, как обычно-то, говорят. Ну, закажи там молебен. Мы сами молимся. Вот оно. Вот молитвы какие считаются. Опять провожу. Смотрите. На разные-разные случаи какие молитвы. О детях, о роженице. Не надо здесь, Владимир, показывать. Входит? Вот, смотрите. О детях, о вросе Оптинского. Во время беременности. Видите, сколько? Это вопросы все у меня в книгах моих освещены. Это я по... На один вопрос только, смотри, какой ответ. Ну, и дальше. А ну-ка, ты из моих стихотворения попутал. Дай-ка прочитаем. Христос и Библия. Два слова повторяем. Любой напев свожу лишь к этим двум. Они одно, хотя они часто рядом. Приходят редко смертникам на ум. Христос и Библия. Не в заклинании суть. Вселенная пронизана двумя словами. Христос здесь истина и жизнь и путь. Все кривости веков тот путь не разломали. Христос и Библия. Разъединения были в 4 веке, в 10 веке. Пусть циньки второе засорили пылью. И на Руси их развели по разным кельям. Меня кто любит, слово соблюди. Как собирать, чего не показали. У Пушкина есть образ батюшки Балды. Который выпьет в пост и заедает салом. Где слова нет, Христос ненастоящий. Не напоминающий Иисуса отдаленно. Жид взгромоздился на церковный ящик. Торгует сигаретами, паленками. Христа и демон сразу узнает. И что тебе до нас он повторяет. Стретьку моча, октябрьских знамен, весовские страшилища и ряхи. По Библии легко разоблачим сектантов, батюшек и всех еретиков. За словом Божьим гонялись палачи. Смотреть на мир, как через перископ. Христос и Библия, учебная программа. От люльки до гробовой доски. Без знания Писания никто не ходит прямо. Он будет только, абы как плестись. Христос и Библия, и все лишь только к ним. За их поддержкой или одобрением. Весть о Христе по слову возвестим. Чтоб Дух Святой вернул слепцам их зрение. 15 декабря 2006 года. Абухаким, раз мир вам, вы говорите, что Иисус умер за ваши грехи. Тогда какова ваша цель на этой земле? В зеленой земле прославить Христа. Чтобы в нас отобразился Христос. Родиться свыше и быть Вадимым Духом Святым. Чтобы в вечности быть со Христом. Не попасть в ад. Дальше. Ответ. 1 Петра 4, 2. А ты ему ответ, да? Да. Вот посмотри, какой ответ я даю. Повторяю, сравните с библейскими местами. Видите, это правильно. И какой сегодня, кто так отвечает? И писянам, что говорится, в разные места. Галина Славягина. Перевестую вас, брат Игнатий. Я посмотрел ваш видеоролик. Всем сердцем принимаю многое, что вы говорите и проповедуете. Меня радует, что вы свободны и без страха перед чинами проповедуете истину, которая изложена в Библии. Меня вы видите много. Я скажу, просчитайте просто, посмотрите. Вот она говорит об этом. Просчитайте. И дальше. Елена Трегубова. Здравствуйте. Меня смущает одно. Маврийский дуб. Он есть на самом деле? Я был в Хевроне. Видела аллею старых деревьев, маслин. Но не понимаю, где там этот дуб? Как он там вырос и растет так долго? И еще с ним связаны признаки конца света. Еще этого я не знаю. Ездила вот туда и искала дуб. Еще до дуб. Это надо дубовым быть уже и мозгами, и сердцем. Дуб искала. Коры отколупнуть. Интересно. Берут, когда люди на память что-то там, где Колизей был. А каждый, говорит, ночь, кажется, четыре самосвала мелких камушков привозят и вываривают. К утру все разбирают. А привозят из карьера. Евгения Чернявская. А разве Господь не сразу прощает нам грехи при покаянии? Комментарий к житию мученика Варвара. Неужели нужно еще телесно себя насиловать? По-моему, эти люди от незнания священного писания так издевались над собой. Ведь нигде не сказано, что после покаяния нужно еще истязать себя для полного прощения грехов. Поясните, пожалуйста. Так, я отвечаю ей. Вы сами и изъяснили все правильно. А вот смотрите, Господь говорит, читай. Исайя 43, 25. Нужно эти столпы стоять было на них, мучить себя щельями и хормить. Что, говорит? Я, я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого и грехов твоих не помяну. Иеремия говорит. 31, 34. И уже не будут учить друг друга, брат, брата, и говорить, познайте Господа. Ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их и грехов, их уже не воспомяну более. Все, ничего больше нету. Простил и все. Евреям 8, 12. Потому что я буду милостью неправдамых и грехов их и беззаконие их не воспомяну более. Это люди на себя. Этот варвар, он был убийца когда-то и стал на четвереньке и стал с животными жить. А охотники его убили, думали, что это зверь какой-то. Все, мученик святой у православных. Дальше. Евреям 10, 17. И грехов их и беззаконие их не воспомяну более. Не воспомяну больше, Бог говорит-то. Исайя 38, 17. Вот, во благо мне была сильная горесть, и ты избавил душу мою от рва погибели, бросил все грехи мой за хребет свой. Вот как одну искру погасить в океане воды, так для Бога наша бездна бездну призывает. Бездна грехов, бездну милости. То есть великая и страшная. Виктор Никулин. Здравствуйте. Ответьте мне, пожалуйста, на один вопрос. В христианстве Иисус почитается за Бога, но при этом говорится, что Он сын другого Бога. Получается, Бога два? Да. Видите как, это уже так называемый свидетель Его. Не два, но три. Я считаю. Не два, а три. Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Иси и три суть едино. 1 Иоанна 5, 7. Ибо три свидетельствуют на небе. Отец, Слово и Святой Дух. Иси и три суть едино. А Слово было Богом. Прочитайте первая глава, первые стихи Евангелия Теана. Матфеев 28, 19. Итак, идите, научите все народы крестьяных во имя Отца и Сына и Святого Духа. И, и, и. Это уже разное. Это одно. Игнатий Тихонович, мир вам. Как вы относитесь к тому, что люди часто клеят на свои автомобили наклейки христианской тематики? Рыбки, кресты и так далее. Можно ли их клеить, чтобы другие видели? Иисус Христос не их, а победитель, а тот, видите как. Спасибо, Иисус. Отвечаю. Про наклейки нет ничего в Святой Библии. Но когда пишут изречения из Святой Библии, то на это есть обоснование Святой Библии. Второзаконие, 6 глава, 6-9 стих. И добудут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем. И внушай их детям твоим и говори о них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась, и вставая. И навяжи их в знак на руку твою, и добудут они повязку над глазами твоими. И напиши их на косяках дома твоего и на поворотах твоих. Так в Законе 11-20. И напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих. Еще раз повторил. Еще раз Господь говорит. Это 6 глава, это 9. Вот это сказано. Ответ где? У ног Христа. В Святой Библии. Наталья Мандрова, Барнаул. Игнатий Тихонович, спасибо за видео. Очень хочу побывать у вас, потерять. Это возможно. Возможно. Надо договориться только. В какое время, когда? Летом, конечно. В таком виде совершенно запрещено. В таком виде, как... А, ну я и говорю, в таком виде запрещено, конечно. Одеться прилично надо. Андрей Михайлов, Игнатий Тихонович, что вы думаете об этом? Я, значит, священник. Игнатий Тихонович, это, видать, рука вот эта. Ну, 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 я знаю. Спасибо. Сатанинский знак. Оборстили людей. Ярослав Вишневский, Минск. Христос воскрес. Батюшка, у меня родители очень волнуются и ругаются, что часто в храм бегаю раньше. Не ходил. А сейчас бегаю по выходным. Не помогаю. Седой их мучаю. Они не постятся, им сложно подстраиваться. И тогда ругаются, что молюсь и не успеваю. И я часто слышу про церковь, надо верить, но нет, что если я буду бегать только в храм, ну, ничего не заработаю и не достигаю. Ну, правильно все говорят. Надо слушаться. Родители говорят как... Дальше. Отвечаю. Здесь ясно показано, что Христа и его Духа Святого тут нет. Вот это там, где понимают. Заменили истину Божию, ложью, еще что. Так, меня были очень волнуются, ругаются по церковь. Думаю, что пишет это хулиган. Ответ, что храм бегаю не заработаю. Денис Страник. Игнатий Тихонович, скажите, а что вы думаете о ситуации на Украине? Что вы думаете о массовом убийстве в Доме профсоюза в Одессе? Там во время просмотра в видео слышны очень странные фразы. Там человечину едят. Там насиловали суд и по всему даже мужчин. Там была и православная палатка. Есть такая мысль, что это было жертвоприношение. Ну, видите, это издалека, что тут судите об этом? Ну, было, не было. Тебе зачем? Ты душу спасай. Влад Олухов. Игнатий, а скажите, почему вы не можете присоединиться к московскому патриархату? Ну, какая вам разница? Почему от чему? Я отвечаю. А зачем? Нам Бог дал великую и дивную свободу во Христе Иисусе и сказал в Слове Своем. 1 Коринфянам 7,23. Вы куплены дорогой ценой. Не делайтесь с рабами человеков. Или витам 25,42. Потому что они мои рабы, которых я вывел из земли египетской. Не должно продавать их, как продают рабов. 2 Коринфянам 3,17. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Там, в патриархии. Там для нас полная смерть, ибо нет у них раскаяния в преступной предательской декларации митрополита Сергия Старгородского. И они лютуют против нашего благовестия и лгут до умопомрачения везде и почти все. Для нас они лютые волки. Вот ответ. Куда же я пойду? К лютым волкам, чтобы погибли? Дальше. Деяние 20,29. Ибо я знаю, что по отшествию мою войдут к вам лютые волки, нещадящие стадо. Александр Слеза. Я больной блудом. Стоит ли мне принимать таблетки от этого? Такие есть. Я нашел. Таблетки от блуда. Вообще-то здорово, интересно-то. Ну, что сказать-то. Продавать надо эти таблетки-то. А сейчас больше в Ягру продают. Крестьяне России пишут. Мир вам. Я смотрел ваши видео о мощах. Мне очень понравилось. Наш пастырь о вас в церкви даже рассказывал, что есть такой разумный православный. Интересно ваше мнение о молитве за умерших. И в Библии ничего об этом не говорится. И даже наоборот. Притча о богаче Лазаре сказана обратная. Что вы об этом думаете? Спасибо. Ну, давайте, отвечаю. Ответ. Аноним не отвечай. А что? Ни о чем тут есть? Ну, это предыдущий вопрос-то о молитве за умерших и... Ну, отвечаю. Ну, отвечаю. Ответ. Анонимом не отвечай. Есть такое решение в Думе. Но так как я уезжаю до октября, то отвечу кратко. Здесь много перегибов. Молитву за умерших можно объяснить только любою, что связь наша не прекращается. И в толковании на пятую главу Деяния Апостолов, святой Ян Златоуст как раз отвечает на этот вопрос, что милостынь из за умерших во Христе помогает им без доказательств, просто на веру. Я молюсь и родных и близких, отошедших во вере во Христа, кто бывшие рабами Господу нашему Христу, не имея никакой надежды на помощь, а просто мне хорошо и легко молиться. И поэтому качество молитвы признаю, что греха в этом нет. Но и обольщать не нужно, что помолятся, и индульгенция где поможет, и будут в раю. Это обман лютый, кто и Коринфянам 5.10. Ибо всем нам должно явиться на предсудилище Христово, чтобы каждому отволочить соответственно тому, что он делал живя в теле, доброе или худое. Вот эти места из Писания нужно прочитать. Посмотрите. Еще что? У меня пишет Слин какой-то. У меня есть православная Библия с молитвословом. Там есть молитва Пресвятой Богородицы. Спаси нас. Не могу понять ни умом, ни принять чувствами эту молитву. О чем в молитве речь? От чего должна спасти Мария? От чего спасти Мария? Ну от этих мыслей даже, которые говоришь-то. Ей дано. Это потому что слово спасители посылал Господь народу. Слово спаси боятся. Молитвами спаси, а не кровью своей. Дальше. От чего должна спасти Мария? Ответ. Здесь действительно огромный перекос. Прето вопреки Евангелию. Ну вот дальше прочитайте просто это место. Это ответ. Это ответ да. Вопрос к Игнатию Лавкину. Смотрел видео, на котором вы разговаривали с имамом и его женой. Да. По посланию к римлянам. И уже... Ну дальше прочитайте, что здесь написано. Вот где это. В доме Мулы мы ночевали в Баку. Артем Артемов. Игнатий Тихонович не планирует поездку в Новокузнецк, в соседнем регионе Кимеровской области. И не был ли он раньше там, а именно в Новокузнецкой семинарии? И не оставлял ли он там своих книг? Да. У меня есть некоторые больные там, если можно так сказать. Да, да, да. Были, оставляли. Иван Барышев. Здравствуйте, Игнатий. Скажите, пожалуйста, разрешено ли православному есть свинину? Разрешено, но лучше не есть. Саша Кузнецова. У меня знакомая, она, как говорит, церковь евангелистов приглашает посетить их служение. Можно ли это? Ну дальше, вот это что дальше? Оля Волошина, добрый день. Скажите, какому святому надо читать Акафист, когда есть проблемы на работе? Могут сократить. Видите, как узнать. Там от зубов, значит, молиться одному, от живота другому Артемию. Я знаю, кому это. Виктору этому исповеднику. Ну ладно, дальше идем. Войну. Татьяна Юдина. Простите, увидел на сайте канон словословие Бога. Кто его автор? Ну как канон? Вот она имеет. Григорий Петров. Григорий Петров, не другие, а там афилохи всякие подставляют. И почему на русском, а не на церковнославянском? Мне кажется, вы зря дерзать, переделывать или переименовывать богослужебные тексты. Не делаю этого никогда. Это не богослужебное, это Акафист. На создание духовных сочинений и применяющихся богослужений, мне кажется, нужен особый дар и благословение Архиерея. И Серу не поможет. Так можно возгордиться от своих идей и в расколу тебя Святой Церкви. То есть я ни делаю, ни перевожу. Благодарю за предупреждение. Сохрани вас Господь. Ну вот так. Вот это все, если хотите больше знать, у Георгия Кочеткова там делается. Геннадий Морозов. Игнатий Тихонович, доброго тебе времени суток и здравия. Вопрос такой. В книге Дедахи «Учение Господа народом через 12 апостолов» все ли верно в ней написано? Конечно нет. Это считается апохрив, относящийся ко второму веку. Сергей Зубович. Божье благословение. А вы, получается, идете как старовера? У вас материал более баптистский. Плюс канал смотрел. Спасибо. Как Андрей Кураев говорит. Как-то баптистское, старобрящество. То Библия, я люблю Библию, это баптистское. А я говорю, чтобы строго было все. А это по-старобрящество. Руслан Кузьмин. Игнатий, здравствуйте. Скажите ваше отношение к Герману Стерлигову. Разрушитель, я уже писал. Ну, короче, так. Смотрите, сколько вопросов. Сразу в одну тему попало. Вот оно что. Прочитайте. Всем им отвечать надо. Виталий Уразов, Ирина. Какой-то вот еще. Сергей Тайпан. Это всем отвечено. Я просто найду. Сергей Ильин. Здравствуйте, Игнать Тихонович. Пишет вам Сергей. Я живу в Питере. Он сейчас с нами близкий даже. Вот оно где. Прочитайте. Очень умный человек. Много знает. Участвует в беседах по скайпу. Сегодня будет он. Раиса Титкова. Слава Господу. Доброго времени суток. Брат Игнатий. В крещении имя мое Раиса. Я живу в Латвии. Город в Далгабиблисе. Вышла на вас через информацию Николая Леоновича, погибшего на днях в Донецке. Вечная память. Он с вами разговаривал по скайпу. Просмотрел уже несколько роликов ваших в Ютубе. Заинтересовалась. Вы близки мне по духу. Рада, что приняли меня здесь. Понимаю, что у вас очень мало времени. Но если я буду вам задавать вопросы, которые меня волнуют, не будете ли обременителем для вас ответить? Я отвечаю, смотрите, отвечаю сотни и сотни вопросов. Ну дальше, прочитайте. Тут еще кто-то. Вот ответ какой. Дальше. Когда Христа все были при исподних местах земли, на Неме не было ни одного уже. Это про Моисея. Я отвечаю, да. Ибо для того и мертвая была благовествуема. Вот, причем дальше. Фехелак, что об этом говорит. Еще. Артем Артем, Артем, Игнат Тихонович, не планирует поездку на Новопузнецк? Ну я отвечал на это. Мы там уже были. Дальше что? Если есть свинина, можно православному-то? Как? Свинину можно есть православному? Я отвечаю здесь уже. Ну видите, какие ответы большие. Большие-большие ответы. Просто как-то зафиксировать, надо увеличить, показать. Вопрос один, и вот сколько на этот ответ у меня уходит время тратить, это печатать надо. Вот оно где. А это что? Оля Волошина, добрый день. Скажите, а кому святому мылиться, акафист, когда есть проблема на работе? Ну я отвечаю. Мылитесь Кресту и хорошо работайте. Вот так. Ответы. Теперь вот что-то тоже. Вопросы. Опять ответы. Вот посчитайте, сколько здесь. Это дальше что? Раслан Куценко, здравствуйте, господин Лапкин. У меня к вам один вопрос. В одной из ваших передач или книг вы говорите, что всякий, кто бы не был, если был крещен обливанием, даже если он митрополит, то необходимо креститься в трехкратном погружении. Да, вот я с крещением объясняю, что? Крещение с хератонии не связано. Ошибка не снимает сана, нужно креститься правильно и под реакцию. Не надо это смотреть, что он митрополит. Ну пусть примет крещение, дальше заканчивается. Все на этом сегодня. Думаем, достаточно. Благословен Господь. Благодарю Никита и всех, кто участвовал в этом. Володя снимает.